Молодые и взрослые, опытные и начинающие, они знают, чего хотят от жизни. Предприниматели открывают бизнес в соответствии со своими увлечениями или видя возможность заработать. Но наступает момент, когда каждый достигает своего потолка. И для толчка в развитии нужно пойти учиться. 7 февраля в России впервые отмечают День бизнес-образования. Личная эффективность, налогообложение, мотивация персонала, самопрезентация и продажи. Информация в бизнесе устаревает за несколько месяцев, поэтому учебников практически нет. На помощь предпринимателям приходят тренинги и курсы, но проходить их тоже нужно с умом. Ходить только на те мероприятия, на те курсы, которые будут вам полезны, применимы для вашего бизнеса или для вашего личного развития и роста. И обязательно делать сразу все. То есть получил знания, применил, получил, применил. Также, чтобы добиться успеха, нужно общаться с людьми из своей сферы. Дело в том, что родные и друзья переживают за своих близких и начинают активно отговаривать их ввязываться в волонтеры. В подробностях рассказывают о трудностях и опасностях, а вот предприниматели сразу начинают делиться личным опытом. Каждый день им приходится делать выбор, поэтому проблемы они превращают в задачи, для которых уже ищут решение. Когда они общаются между собой, они видят пример успеха, они видят другое отношение. Это их морально очень поддерживает. Многие приходят в бизнес без экономического образования. Это инженеры, врачи, учителя, которые любят и хорошо делают свое дело. Но стоит ли им доверять советам коллег? Начинающим бизнесменам кажется, что они приходят в среду с жесткой конкуренцией, где помогать просто так никто не станет. Это одно из самых популярных заблуждений в бизнесе. Когда человек достигает определенного уровня развития, вне зависимости своего возраста, когда у него есть большой багаж знаний, ему хочется этими знаниями делиться. Если человек в своей сфере успешен, то о никаких конкурентах говорить не стоит. Второе популярное заблуждение – это создание бизнеса ради зарабатывания денег. Ведь мы живем в эпоху, когда люди хотят качественного сервиса. Целью бизнеса является создание ценного, конечного продукта. То есть того, что нужно людям, за что они готовы с удовольствием отдать деньги, с удовольствием. Если ты с ними общаешься как человек, который хочет для них помочь им что-то в жизни ценное создать, получить или жить лучше, это совсем другое отношение. Любовь клиентов и уважение коллег – вот к чему стоит стремиться. А для этого нужно всегда держать руку на пульсе нововведений. Чтобы получить больше знаний и навыков, рязанские предприниматели могут пройти бесплатный образовательный курс в Школе молодежного предпринимательства. Набор в нее проходит два раза в год на конкурсной основе. Также в Ассоциации молодых предпринимателей регулярно организуют мастер-классы и тренинги по бизнес-темам. Действует система наставничества. Поэтому главное – это желание развиваться и улучшать жизнь региона. А почерпнуть необходимые знания помогут в бизнес-сообществе. Продолжение следует... Продолжение следует...